В государственном совете Чуваши начался, что называется, новый сезон. Депутаты собрались после летнего перерыва. В повестке 22 сессии 22 вопроса. Один из главных о региональных льготах ветеранам труда. Удивительно, но новый закон принимают для того, чтобы все осталось по-старому. Дело в том, что свои льготы ветераны труда сейчас получают по выходу на пенсию по достижению пенсионного возраста 55 и 60 лет. Депутаты госсовета предложили право на получение льгот привязать к достижению не пенсионного возраста, а просто 55-летия для женщин и 60-летия для мужчин. Независимо от того, что в проекте закона, в котором будут повышены, если депутаты госдума проголосуют за это, будет повышен возраст пенсионный для женщин и для мужчин. Независимо от этого, те льготы, которые были у людей прежде, давайте ветеранах труда скажем, они сохраняются. Этот закон сыграет в пользу тех, кто будет иметь право на досрочный выход на пенсию. К примеру, многодетные женщины или работники вредных производств. По достижению указанного возраста, кроме пенсии, они будут получать и ветеранские выплаты. Региональные льготы, они выплачиваются из регионального бюджета. Почему так вот принимаем? Потому что уже сейчас идет формирование бюджета на 2019 год и до формирования бюджета закон должен быть принят. После выступления Владимира Путина подобные вопросы сейчас в повестках дня региональных законодательных собраний по всей стране. Уже сейчас такие законодательные инициативы появились в 65 регионах. Большая просьба эту инициативу поддержать. Просьбу Алены Игоревны, как и сам законопроект, поддержали не все. Против двое. Однако большинство за. Решение принято. И еще ряд важных решений. Со следующего года все средства, которые автомобилисты заплатят в качестве штрафов за нарушение правил дорожного движения на территории Чувашии, направят не просто в бюджет региона с возможностью распределения по разным областям, а именно в дорожный фонд. Нарушений много на дорогах. Более 500 тысяч постановлений по нарушениям было. Сумма от штрафных санкций у нас в бюджете поступала где-то 430 миллионов рублей. И эта сумма в следующем году уже будет направляться конкретно на дорожный фонд. Это дополнительный объем средств именно на ремонт, на строительство, на содержание и на капитальный, на реконструкцию дорог. Летом 2016 года Владимир Путин подписал закон о создании вокруг городов так называемых зеленых щитов. Включение того или иного лесопарка в зеленый щит, или как его еще называют зеленый пояс, означает, что там будут запрещены сплошные вырубки и определенные виды хозяйственной деятельности. Решение о создании таких поясов принимают законодательные органы субъектов страны. Нельзя там строить. И стройка разрешена только если мы выведем этот участок из лесного пояса. Но мы просто так его уменьшать тоже не имеем права. Если мы какое-то количество гектаров площади убираем, то обязательно столько должны будем включить. Если говорить о Чебоксарах, то в его зеленый щит могут войти роща Гузовского, чей статус для размещения объектов рекреационного назначения, лесные массивы за Волгой и вдоль правого берега Волги. Итак, как сказано в предыдущем сюжете, в Государственном совете начался новый сезон. А чем закончился прошлый, будем говорить с председателем Валерием Филимоном. Валерий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, Лёгия. И вот мой первый вопрос. А в чем вы измеряете итоги работы? Итоги – это условно. Справедливости ради надо сказать, что депутаты, по сути, не останавливали свою работу. Это встречи летом даже с избирателями, работа над законопроектом. Кроме этого, они участвовали во всех мероприятиях, проводимых в районах и городах. Ну, в частности, подведение итогов социально-экономического развития городов и районов. Прошли дополнительные выборы депутатов Государственного совета Чувашьей Республики 3 июня этого года, на которых выиграл Иванов Владимир Николаевич, ректор Государственного педагогического университета. А на самом деле, конечно же, так как мы законодательный представительный орган Государственной власти Чувашьей Республики, наша работа – это количество, наверное, законов, которые мы вносим изменения в соответствии, изменения в федеральном законодательстве. Почему об этом говорю? Потому что законодательство тоже меняется, и при изменении федеральных законов, наши законы приняты ранее, они, естественно, выступают к какой-то части противоречий. Эти противоречия, конечно, мы тоже приводим в соответствии в федеральном законодательстве. Вот когда вы что-то приводите в соответствие, наши законы в соответствии с федеральным, это для телезрителей более такой, наверное, рабочий технический момент. А вот какими решениями вы можете гордиться, ну или хотя бы какие решения вы бы назвали такими главными? Надо сказать, что 46 законов Чувашской республики мы приняли в первом полугодии. Ну, в частности, наиболее, наверное, такие социально важные, акватирование рабочих мест для инвалидов Чувашской республики. Более 500 инвалидов дополнительно могут получить рабочие места. То есть для каждого предприятия, имеющего до 50, от 50 до 100 и более, есть специальная квота, соответственно, законно устанавливается, сколько процентов работодатель должен принимать именно из этой категории инвалидов, имеющих право работать на этих работах. А вот с учетом того, что в Государственном Совете все-таки достаточно большой процент предпринимателей, это было сложное решение? Это же получается как конфликт интересов между тем, что я депутат и я предприниматель. Идеальных законов не бывает. Принимая закон, одна часть говорит, что это нам невыгодно, вторая часть населения – это в более благоприятных условиях. Но так как это социальный закон, конечно, тут мы брали предложение, прежде всего, общественной палаты Чувашской республики. Конечно, выслушивали и получили мнение всех субъектов права законодательной инициативы. Исходя из этого, значит, мы все же приняли вот такое решение. Ну и среди депутатов, получается, чаша весов, да, я депутат, она все-таки перевесила. Ну, депутаты такие же люди, они точно так же работают. У нас же из 44 депутатов 10 человек только работают на постоянной профессиональной основе. Остальные являются, многие из них, сами работодателями, предпринимателями. Но тут чаша весов действительно, каждый пропускает закон, возможно, даже через себя. И еще какие решения приняли важные? Ну, другой закон, например, о юридической помощи. Мы значительно расширили перечень лиц, которые имеют право получать бесплатную юридическую помощь. В частности, женщины беременные, женщины, находящиеся в отпуске по беременности и уходу за ребенком. Одинокие родители, имеющие ребенка до 14 лет. И одинокие родители, имеющие инвалида ребенка до 18 лет. Я знаю, что Государственный совет выходил из законодательной инициативы в Государственную Думу страны. Вот какова судьба этих законопроектов? Мы в первом полугодии две инициативы отправили в Государственную Думу Российской Федерации. Это первое, по внесению изменений в земельный кодекс Российской Федерации. Ну и второе, значит, закон об основах государственного регулирования торговой деятельности Российской Федерации. Мы тоже отправили свою инициативу. Инициатива депутата Бадаева Елены Игнатьевны. Ну, в частности, совершенствование правового регулирования организации нестационарной торговли. Касается, в большей степени, наверное, для городской местности. Но если есть предприниматели или субъекты предпринимательской деятельности, имеют... Ну, какой-то киоск, да, например. Киоск, да. Когда право аренды истекает, чтобы они имели преимущественного права, чтобы могли дальше продолжать работать. Это очень важный момент, потому что я знаю многих предпринимателей, которые уже наработали клиентскую базу и вдруг аукцион опять. Да, аукцион, потом получаются неприятные ситуации. И как бы мы считаем, что права вот этого предпринимателя улучшаются. У вас преимущественное право, согласна. А какова судьба? Ну, пока находится в Государственном Доме, мы очень рассчитываем, что... Все-таки рассмотрят, да, в ближайшую сессию. Ну что ж, спасибо. Я напоминаю, мы беседовали с председателем Государственного Совета Чувашия Валерием Филимоновым. Если бы я была депутатом, я бы приняла программу по стерилизации безнадзорных животных. А что бы вы сделали в первую очередь? Пофантазировать на эту тему мы предложили представителям рабочей молодежи на одном из их летних съездов. И сегодня их предложение мы обсудим с депутатом Государственного Совета Кириллом Ермолаевым. Кирилл Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Мы подготовили на самом деле нарезку ответов. Давайте с вами посмотрим. Я бы предложил депутатам принять закон о молодежной ипотеке, не более 5%. Я считаю, что это абсолютно правильный законопроект, но надо учитывать бюджет Российской Федерации, что это достаточно затратно будет. На данном этапе действует программа материнского капитала, действует программа поддержки молодых семей, где субсидируется ставка до 6%. Но также на самом деле в острове состоит проблема первоначального взноса. Не все молодые люди имеют достаточные средства для того, чтобы эту ипотеку собственно-то и получить. Есть опыт соседних регионов, в том числе мы на данном моменте изучаем совместно с общественной молодежной палатой опыт Бурятии, где реализован проект молодежной жилищной кооперативы, где фактически происходит государственное частное партнерство. В этом плане, где предприятия совместно с региональным бюджетом, совместно с муниципальным бюджетом подиславляют средства молодым людям для взноса первоначального. Ну что ж, хорошо, следующий вопрос. Я предлагаю ввести в школе курс, направленный на повышение медицинской грамотности молодого населения по социально значимым заболеваниям. Это какие, например, заболевания? Это заболевания сахарный диабет, туберкулез, СПИД, ВИЧ. Девушка предлагает, чтобы молодые люди знали, что это такое, не из учебников, чтобы им кто-то действительно объяснял, разъяснял нюансы, как не заразиться, как обезопасить себя, что думаете по этому поводу? Ну, опять же, абсолютно правильная инициатива, в том плане, что, возможно, в рамках основ безопасности жизнедеятельности можно дополнительно ввести обучение в этом направлении. То есть предметы основы безопасности жизнедеятельности предполагают под собой обучение как раз-таки, в том числе, здорового образа жизни. Я помню из уроков в ОБЖ, что при землетрясении, если сейчас случится, я должна встать, например, в дверной проем, но я, например, не знаю, если я пойду на маникюр, могу ли я там, например, заразиться ВИЧ. Вот этот момент, мне кажется, молодым людям действительно стоит объяснять. Стоит объяснять как раз-таки в рамках этого предмета, но я надеюсь, насколько я знаю, владею ситуацией, когда вам будут делать маникюр, вы не заразитесь, предметы обеззараживаются. Есть, во-первых, такая вещь, как медицинский полис, правильно? Который дает медицинский полис, обязательно страхование. Который там дает определенные услуги, медицинские услуги, бесплатно, правильно? Направлено на восстановление здоровья человека или сохранение здоровья, да? Или направлено на улучшение здоровья, да? Есть категория людей, ну, скажем, пусть асоциальные, социальные, неважно, которые целенаправленно вредят своему здоровью, да? Потом приходит, и как бы надо тратить на его здоровье. Молодой человек предлагает, те, кто ведет асоциальный образ жизни или целенаправленно вредит своему здоровью, употребляет алкоголь, там, да, особенно много, курит, лишать бесплатной медицинской помощи. Вот здесь, что вы думаете, правильно или нет? Категорически против. То есть, как бы, в любом случае, люди, которые попали, видимо, в какие-то проблемы жизненные, чрезмерно употребляют алкоголь. Это люди больны, их надо лечить, их надо поддерживать, их надо выводить с этого состояния. Они должны терять связи с обществом, их надо лечить. И, в конце концов, это, наверное, не решит проблему, да, их злоупотребление алкоголем. Сейчас такое яркое событие этого лета, это возрастание пенсионного возраста, да, прибавилось у нас. Мы вот подумали с девочками, чтобы для работающей молодежи тоже подняли молодежный возраст, потому что достаточно много различных формов бывает, и по возрастному цензу мы туда не можем пройти. И было бы здорово, если бы издали какой-то нормативный акт, который поддерживал бы такую активную, инициативную работающую молодежь. Ну, то есть, грубо говоря, чтобы планка молодежи была не 30 лет, а, например, 35 лет. Что вы думаете по этому? Я полностью с этим согласен. Я как член Палаты молодых законодателей, в которых молодым законодателям считаются люди до 35 лет. Все-таки до 35 лет? Да. То есть, мне кажется, эта планка как раз-таки должна соответствовать современным реалиям, когда все-таки наша молодежь позже взрослеет. То есть, это очень важно с точки зрения государственных программ, да? Когда, например, программа «Молодая семья», например, она была, планка была поднята с точки зрения возраста, например. Ну, программа «Молодая семья» как раз-таки до 35 лет. А может быть, до 40 сделать, как вы думаете? До 40, мне кажется, в 40 это уже все-таки взрослые, осознанные, молодые люди. Уже не молодые даже люди. Так, если бы к вам попросились как раз в общественную палату, да, молодежную, лица с 37 лет вы бы взяли? Слушайте, ну, мне кажется, все-таки это уже ты, блин, достигший 37 лет, это уже зрелые, состоявшиеся люди. А все-таки палата молодежная, она создана для того, чтобы люди, молодые люди, в первую очередь, могли реализоваться сами. То есть, пройти какую-то школу роста жизненного, чтобы росли. В общем, молодым везде у нас дорогу, да, но до 35 лет примерно. Ну, плюс-минус. Ну, и последний вопрос, который я вначале озвучивала телезрителям, не могу вам не задать. Программа по стерилизации безнадзорных животных. Как вы думаете, какова судьба вот этой инициативы? Может ли такое, в конце концов, быть принято? Это важный вопрос, потому что все мы прекрасно знаем, что некоторые наши граждане не относятся к своим обязанностям, когда они оставляют животных, собак, кошек, неважно, на улице, без надзора, без призора. И эти животные выживают в городской среде. С этим надо бороться. Бороться и в том числе и профилактикой, работать с населением. Но стерилизация – вынужденная мера, которую мы должны идти. Они должны прорабатывать. Общественная молодежная палата при Государственном Совете Чуварской Республики буквально в этом месяце планируем посетить Центр передержки беспризорных животных, вживую пообщаться, узнать, какие проблемы существуют в этой, в отрасли, в этом направлении, помочь в их решении. Спасибо. Ну что ж, на предложение наших телезрителей отвечал депутат Государственного Совета Чувашии Кирилл Ермолаев. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА